Здравствуйте, уважаемые владельцы наших питомцев! Если вы хотите, чтобы я посмотрел исследование, мне его надо прислать. Да, надо прислать само исследование. Никакого отношения заключения не имеет к исследованию. Никакого отношения скриншот или фотография монитора не имеет никакого отношения к исследованиям. Надо прислать в никаком формате. Это важно. Ну, потому что я не имею связи с разными томографами телепатической, которые находятся в нашей стране. Поэтому лучше, конечно, прислать само исследование. Рентген, КТ, МРТ. В том виде, в котором оно выходит из аппарата. Значит, у нас пациент МОП с Бенея из Екатеринбурга повторно резко стал подниматься. Значит, после КТ операция со стабилизацией титановыми пластинами. Один врач предложил провести операцию по устранению дивертикула без стабилизации, другой со стабилизацией. Давайте мы определимся, что у нас шесть собаки. Так, первое. Всегда симптомы. Всегда надо начинать с симптомов. Даже если у меня есть исследование. Есть КТ, есть МРТ. Не важно. Надо посмотреть исследование. Надо посмотреть собаку, потом исследование. Если нет возможности посмотреть, как собака двигается на видео или лично, тогда нужно заключение врача-невролога. Не скопированное из заключения врача МРТ-диагностики заключение, а именно то, что говорит врач-невролог. О, ладно, понятно. Смотрим, где. Что-то тут у нас. Пошло не так. Пошло так, все. Так, результат анализа. Так, 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 непонятно. Ведь доктор. У меня новая, это папка Диком, которая от 11 марта. Нет признаков рецидива. Да ладно, это хорошо. Супер. Это заключение. Так, нам надо не заключение, нам надо само. Вот тоже, видите, важно заключение. С ним ничего нельзя сделать, да? То есть ты ничего не можешь смотреть. Мы смотрим саму КТН. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь у МРТ. Надо прислать КТМ-миниелографию, она почему-то не присоединилась. То есть по заключению видно, что оно было. Оно было. А в папке, вот видите, я сейчас выделю, посмотрю. Видимо, не присоединилась, такое бывает. Да, КТ пришло, но без контраста. Ну, надо просто присылать, да присылайте, посмотрим. Вот. Пока присылайте, мы пока посмотрим другого пациента. Значит, следующий пациент у нас, лаборадор Макарон, из Северска. Было какие-то 12 операций. Вот боремся за заднюю левую лапу, прогрессирующий остеоартрит, не пользуется этой лапой. И вообще, так, значит, самое главное, первое, что нам надо понять, что у него сейчас болит. Если у него болит непосредственно сама лапа, да, то тогда надо смотреть, что там у него. Вот, вот здесь у нас разрыв передней тистовидной связки, воспаление было, да, ну и развился гнойный артрит. Лечились в Бести. Назначили антибиотики. Ну, все понятно. Все хорошо, все правильно. Так, дальше. Дальше. У нас есть КТ. Значит, что надо делать с собакой? Надо сначала понять, где у нее болит. То есть, начинать надо всегда с осмотра. Осмотр проводится не с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, не с помощью рентгена, а с помощью глаз врача. Врач определяет, где болит. После того, как врач определил, где болит, он знает зону и проводит диагностику. То есть, после того, как врач определил зону поражения, он назначает какие-то, какие-то, или не назначает никаких, да, например, если разрыв передней тистовидной связки, то мы видим просто синдром выдвижного ящика. И все. Назначает какие-то диагностические манипуляции. Вот и все. Дальше. Если болит какой-то из суставов, например, да, проводится диагностика какого-то конкретного сустава. Осмотр, потрогал, после он горячий, взял жидкость. Если там гной, значит, это гнойный артрит. Если там не гной, а много жидкости, да, то может быть иммуно-посредованный какой-нибудь полиэротрит, или еще что-нибудь, по КТ этого сделать невозможно. То есть, по КТ, ну, это... КТ – хорошее метод исследования, да, но каждый метод исследования нужен для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, тот, который был задан до этого, грубо говоря. Вот, ну, здесь у него остеоартрит на двух коленных суставах. То есть, вот эти выросты костные – это остеоартрит. То есть, остеоартрит. То есть, по КТ – остеоартрит обоих коленных суставов. Что нам дает эта информация? Это ничего особо не дает. Просто то, что вот остеоартрит – состояние неизлечимое, да, то есть, нельзя делать так, чтобы вот эти экзостозы куда-то делись. И если собака не хромает, то ничего не надо делать. Если собака хромает, да, то и нет разрыва передней гистеральной связки. Или он был, например, да, но состав стабилизировался. То занимается реабилитацией, физиотерапией. Вот и все. Если на КТ, например, находят опухоль, ну, тогда удаляют конечность, понятное дело. Вот. Здесь у нас просто вот такие вот выросты, которые говорят, костные, вот эти, видите. Вот здесь вот он есть, например. А здесь он есть, но меньше. Да, то есть вот. И все, больше ничего. Можно так посмотреть. То есть, вот, понимаете, ничего, просто остеоартрит. Все, больше ничего. Что делать с остеоартритом? Заниматься физиотерапией. Понимаете, все, больше ничего. Разработать можно любой сустав, любой. Главное, чтобы там не было гнойного воспаления, и чтобы там не было вообще никакого воспаления. Вот и все. Ну, в тазобедренных суставах остеоартрита нет. Да, вот, собственно говоря, все, что можно сказать по КТ. У нас нет никакого понимания, где боль у этой собаки. Никакого, то есть, ноль информации о том, где болит. То есть, врач руками болит вот здесь. Да? Или там вот здесь. И он определяет руками. Руками мы определяем. Ник по КТ. Нельзя по КТ провести осмотр. Ну, невозможно. Есть ситуация, когда там опухоль, например. Да и без разницы, какие там симптомы. Как только опухоль где-нибудь выросла, да? Там в голове или в головном мозге, или еще там какой-нибудь конечности, да? Ну, тогда чем меньше симптомов, тем лучше. Тем лучше. Вот. Так что, вот. Фу. Все понятно. Напишите, чтобы было этот самый. Дебяки правильно делают долго, если было отриблено. То есть, 8, короче, 2 месяца, полгода, это нормально. Либо вообще по жизни. А дальше все, все, реабилитолог, лучший друг. Если болит коленка. Если болит спина, то надо провести диагностику и лечить болезнь, которой болеет собака. А не. Вот. А не коленку. Вот. Следующий пациент. Американский голый терьер. Стефан. 8 лет. Москва. 8 лет. Произ Москвы. 4 месяца лечит сложный перелом у собаки. Никто не может причинить. Так. Перелом. Видео. Ну, конечно, было бы плохо посмотреть, как он ходит все-таки. Где перелом-то? Посмотрите, как он ходит. Нет. Нет. Где он в этом перелом? А вот. Слава богу. Ну, вот как раз случай, да? Вот собака, у него понятно, что болит тазовая конечность. Дальше есть смысл посмотреть исследование. Конечно, было бы понятно, лучше бы, если бы все-таки было написано где-нибудь... Потому что, может быть, у него банально железку провели через коленный сустав, или там тазобедренный, и сердаречный нерв повредили, да? К примеру. Ну, это самая частая проблема. Когда через большой вертол, он мимо проводит, и в седаречный нерв попадает. Может, он хромает вообще не потому, что у него перелом, а потому, что у него в седаречный нерв поражен. Вот. Поэтому важен симптом, который врач определил. Да. 24-го, 0-1-го, это старинный какой-то КТ. Ну, посмотрим, что там на старинном КТ. Вот. Ну, у нас какой-то непонятный перелом бедра. Надо посмотреть, что там на самом деле. Сейчас. Просто первый месяц, а сейчас третий месяц. Это уже настолько давно было, что... Это самое. Что бессмысленно делать выводы о том, что сейчас. Ну, нет у нас снимков, есть только картинки. Вы пришлите снимки хоть. Понимаете, вот это расширение, JPEG называется. Видите, здесь написано JPEG. Вот JPEG. Вот это... Это картинка. А нужно... В формате DAI.com. Вот этот самый. Потому что это... Бестолково ничего не посмотреть. Вот. Надо свежие снимки. Те снимки, которые вот сейчас. Первое. Точно ли болит эта лапа? Да? Где болит эта лапа? Нет ли дефицита неврологического? Вот, например, смотрите. Вот спица торчит, да? А вот здесь идет седалищный нерв. Я почему вам говорю? Я же не просто так говорю. Почему такое может быть? Вот здесь. Вот здесь. Прямо вот в этом месте. Находится седалищный нерв. И поражение седалищного нерва запросто может быть. Потому что вот прямо в этом месте. Вот здесь вот он. Он идет из крестца. Вот здесь вот он проходит. Вот тут. И вот отсюда выходит. И идет по лапе. Вот туда. Понимаете? А здесь железка. Я не знаю, есть ли в этой собаке это или нет. Поэтому осмотр важен. Ну, почему важен осмотр? Потому что, может быть, у него банально параличность седалищного нерва и все его проблемы связаны с этим. Или он может с теми милить, да? То есть, ну, или еще что-то. Поэтому надо понять, что там было. Несращение. Несращение происходит из бактерий из-за того, что нестабильный перелом. Вот. Из-за того, что собака не пользуется конечностью. Из-за этого происходит несращение. Не пользуется. Несращение. Нарушение кровоснабжения. Из-за нарушения движения. И все вот эти проблемы. Поэтому нужно смотреть и понять. Может, если приедете, поймем и решим, что дальше делать. И чем помочь собаке, собственно говоря. Вот то, что нам можно сделать. Вот. Что это такая ситуация? Если там сейчас есть бактерия, то нельзя ставить туда имплант, потому что сгнет вообще все. Только сначала лечит антибиотиками. В общем, там целая большая долгая история. Может быть. Ну, если коротко, то там первое, что делают, это начинают, если там есть инфекция, сначала убрать инфекцию, потом думают об имплантах, потом, если поражение нервной системы, то ситуация ухудшается. Ну, в общем, там много вариантов. Бесполезно их сейчас обсуждать, потому что надо четко знать, что конкретно. Вот. Следующий пациент. Владимир Владимирович, тут по первому пациенту, МОПС, который повторно был, прислали, диплом прислали все файлы, которые были в папке, и я проверила, попросила прислать скриншот. То есть там нет нужных файлов? Так, здесь нет, мило. Ну, вот МОПС, вот вся папка, МОПС, Беня, показать дополнительно, открыл папку, вот МРТ, сейчас вывести, вот МРТ, тын, 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 вот все МРТ идет, потом идет КТ, КТ одно только, оно изменило. То есть его могли так выполнить? Да нет, оно просто не прилетело. И то мало этих самых, мало, не доделанно, ну, то есть не доскачанно где-то, не доскачанно, где-то не до отправлено, или еще чем-то. Да, все правильно, вы говорите, что одна папка скоты, другая СМРТ, но может быть у вас не все на диске, может быть вам не все записали на диск. Ну, потому что у Милографии точно есть, ну, потому что она и в заключении есть, а здесь ее не посмотреть, потому что ее просто не прислали. Вот все. Ну, она просто обратно переслать, просто, ну, все. Да, пересылали уже, пересылали, видимо. Ну, где-то не самое, где-то можно диски, нет, может, еще что-то там, может, весь диск не скопировали. Чаще всего там, КТ, оно копируется просто там 40 минут, ну, реально, там 25-30 минут, оно только скачивается с диска на компьютер полчаса. Ну, и большинство людей думает, о, типа, у нас ничего не работает, это очень большой объем, и очень долго, а потом еще долго очень архивируется, в общем. Попросите, может быть, доктора прислать вам ссылку на файл. Мопс, беня, пускай пришлет. Дальше, следующий пациент. Дальше. Собака-дружок из Казахстана, ему 5 лет. В феврале был приступ, вот, смотрим приступ. Приступ, всегда надо смотреть приступ. 5 лет казахстанский, дружок, дружок казахстанский. Приступ. Не очень понятно, что это приступ, но... не видно просто. Снимать, мы что, со стороны... Кстати, вот это вот видео с дружком, это один приступ, сначала до конца, но он просто в два видео поместился. Это один приступ. Там видео 1, начало, видео 2, конец. Ну, вот так вот видно, да. В профессиональной дискинезии, это, судя по приступам. Сознание не теряла собака. Ну, у карликов чаще всего непереносимость гиллтена бывает, у больших неизвестно. Ну, посмотрите на ДМРТ, конечно. И мы поставили диагноз профессиональной дискинезии и сказали, что при приступах раз в 3 месяца лечение не требуется. Но в июне у него были приступы два раза в неделю и еще их беспокоит, что завышенные эзенофилы связаны ли это как-то. Сделали кастрацию, он был крипторхом и хотят назначить противосудорожные препараты. Ну, они просто малоэффективны, противосудорожные. Значит, по поводу пароксимальной дискинезии, это симптом, это симптом поражения определенного участка головного мозга. Если на МРТ мы не находим никакого никаких структурных нарушений в этом участке головного мозга, значит, думают о том, что, значит, определили, что этих структурных нарушений нет. Если нет структурных нарушений и это симптом такой, как у вас, то делают ничего, то есть, никаких препаратов не назначают. Пробно пытаются убрать глютен и белок из рациона. То есть, уменьшают объем белка в рационе и или вот и все, больше ничего. Ну, потому что нельзя определить никаким способом непереносимость глютена, кроме как его убрать из рациона. Вот и все. Ну, и у тех пациентов, которых нет структурных нарушений, а у вашей собаки их нет. В принципе, ничего не делают. Все, то есть, так и оставляют. Вот. И следующий пациент. Австралийская овчарка, Грей, 5 лет, из Витебска. Очень быстро вставал, когда уходили на долгие прогулки и дистанции. Не мог вставать на задние конечности, не мог залезать на диван без писка. При пальпации задних конечностей сжимался и плакал. Сейчас усталость присутствует. Иногда видно, что если берешь левую лапу, так как разрушение слева, какое разрушение слева, может же трястись от того, что болезненные ощущения. Делали МРТ, ИКТ. Но у нас ничего нет. А у нас ничего нет. Да. картинки, скриншотов. У нас ничего нет. В чем вопрос? Назначили пункцию межтубанкового диска L1-S1. Какие нужные исследования иметь для данной процедуры? надо посмотреть МРТ. Вы не представляете? Мне просто нечего оценить. А что я посмотрю там? У меня ничего нет. то есть нет описания симптомов и скриншоты от КТ. В принципе, ничего нет. Видеозапись монитора. Samsung монитор. Не знаю, эта информация как-то поможет, что это Samsung монитор. Никак. Кажется, не поможет. Вот. Поэтому надо прислать исследование. Во-первых, симптомы, во-вторых, диагнозы. Можно было бы так спросить, у нашей собаки такой-то диагноз, доктор хочет его уточнить, к примеру. Я тогда могу дать ответ. Но у нас нет ничего. Следующий пациент. Ничего, ну, анализировать просто нечего. Я же говорил, что если мне не прислали какие-то исследования, то я же не могу анализировать просто банально, потому что у меня их просто банально нету. Вот. Шетцу, три года, из Ташкента. Следующий пациент. В ноябре случился первый судорожный приступ. Стал заваливаться намок, передние лапы выпрямлены и напряжены. А у нас есть ли приступы? У нас вообще нет никаких материалов по этому тут. Понятно. Вот. чем помочь-то? Что надо? Значит, если у вас случилась какая-то проблема с вашим пациентом, с вашим питомцем, что нужно сделать? Первое. Если это приступ какой-то, обязательно сделать видеозапись. Прямо это очень важно. Прямо это сверх важно. Однозначно надо сделать видеозапись. Если у вас даже есть КТ, МРТ, не важно, что там у вас еще есть, всегда начинаются записи. Понятно, если там на МРТ опухол головного мозга и нет никаких симптомов, то это без разницы какие там симптомы. Но, если какие-то приступы или еще хотя бы какие-то есть, надо прислать. Потому что по описанию мне может привидеться все, что угодно. Я могу нарисовать сейчас себе в голове ужасные эпилептические приступы, аппаратинмальные дискинезии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вам первого какие анализы нужно сдать, чтобы исключить патологии, которые может испать судороги. Надо сначала название судорог. Для этого нужно видео. Вот. Насчет МРТ. Вы уже МРТ сделали, вы еще не сделали первый шаг. Не определили тип приступа. Потому что не при всех приступах надо делать МРТ. Вот. Можно ли делать на человеческом? Можно делать на человеческом. Лучше дать врачу и мрадиагностики человеческому как пример, например, наше МРТ. можем прислать, чтобы он просто повторил. Вот. Вот и все. Ну, видите, вы уже сколько стоит пакет, вы уже разработали план диагностики. У вас нет названия приступа, а уже разработали план диагностики. Понимаете, сколько стоит прием, МРТ, наркоз. Понимаете, не надо так делать, надо определить тип приступа, потому что есть куча приступов, при которых мы никак не проводим диагностику. Просто переводим на безблутеновую и безбелковую еду, и все. Вот и все. К примеру. Не анализов, ничего, не просто и все, и больше ничего. Понимаете, такая ситуация. Поэтому пришлите то, что есть. Видя приступов. С этого начинаем. И не надо придумывать уже план диагностики, не сделав первый шаг. Слечь пациент. А кошка приняли. Приняли. Кто такой приняли? Не знаю. Ну, наверное, я тоже обратила внимание, что это необычная кличка. Обычно все лаки да счастливчики. Самые частые просто пациенты. Приняли. Да нет, хорошо. Так, ладно, она больная, надо смотреть, что там с ней. А может, она не больная, мы еще не прочитали даже ничего. Значит, с декабря до 2 года стала чесать уши. В августе дерматолог наружный бактериальный акип поставил, назначено, проведено к лечению. В октябре делали КТ анализы, анализы, назначенный к самиметазон. Вот. Так. И просто видите, кошка чешет, это и меринготамия скопирует уже. Тут важным моментом же является, знаете, что, то, что меринготамия, она делается только при средних атитах. А если у кошки среднего атита нет, тогда какой смысл ее делать? Никакого. На том КТ, который вы здесь прислали, лучше, конечно, было МРЦ сделать, ну ладно. 7-10-е, это какое-то старинное КТ. Так, ладно, это старинное КТ, смысла-то толку от него нет. А у нас только одно старинное КТ. Без 7-е, 10-е, 23-е, сейчас 11-е, 03-е, 24-го. То есть здесь КТ, на котором нету ничего в среднем ухе. Поэтому, а зачем мне делать милинготомию? Милинготомию делают для того, чтобы вымыть из уха среднего. Если там что-то есть. Вот, покажу, как это делается, чтобы оно было понятно. У меня на моем канале, в этом трансляциях. Три дня назад вот делал кинучар с паниелем. Вот видите, здесь, на этом РТ, здесь при среднем атите у этой собаки, вот здесь есть жидкость. То есть, я знаю, что там есть жидкость, но у него еще с рингомилия, но не об этом речь. Вот. И я делаю, что я знаю, что там есть жидкость, вот это барабанная перепонка, да, и мне надо зайти за барабанную перепонку и убрать оттуда жидкость. Она, во-первых, видите, не прозрачная, там зеленая жижа какая-то за, ну она должна быть прозрачная, а там вот такая жижа какая-то. Для чего это показывает? Для того, чтобы было, вы спросили, насколько она эффективна, да, и что. вот видите, оттуда полезла жижа, сейчас полезет, сейчас, 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 о, оттуда полезла эта жидкость, потому что она там есть, то есть, вот видите, такая зеленая-зеленая жижа полезла оттуда, вот, и все, то есть, насколько она эффективна, вот настолько она 100% эффективна, я 100% промыл это ухо, ну вот и все, потому что там была жидкость, А насколько она эффективна промывать среднее ухо при отсутствии там жидкости? Очень странный вопрос. То есть насколько эффективно промывание среднего уха при отсутствии воспаления в среднем ухе? Ну я не понимаю. А для чего тогда? Я не понимаю. Кстати, у нас есть вопрос с инстаграма, я не знаю этого владельца. Нет, всегда ли при среднем отите двусторонним нужна эта копия кошки? Не всегда. Иногда просто, конечно не всегда. Зачем? Нет, конечно не всегда. Потому что иногда, вот сейчас просто покажу, конечно не всегда. Так, вот вам пожалуйста. Пожалуйста, три недели назад. Вот вам пожалуйста кошка. Ее сделали КТ. Здесь воспаление и скорее всего на образование. По КТ и по МРТ. Полость заполнена чем-то в легких нет метастазов. А зачем мы ей будем делать атоскопию? Мы ее сразу прооперировали и убрали на образование. Булу убрали и на образование були. Ну вот и убрали, пожалуйста. Три недели назад, пожалуйста, можете зайти посмотреть на канале. Мы ей не делали атоскопию. А зачем? Сразу убрали бул с опухоли. Поэтому далеко не всегда. Таких случаев много, когда мы не делаем атоскопию. Просто делаем буллу, эктомию даже. Здесь мы делали полное удаление була. Так что вот. Поэтому такая. Процедура не из дешевого атоскопия у нас стоит-то. Как стоит-то? Как стоит-то? Не знаю, но специально можно посмотреть на сайте. Не знаю. Ну, видите, тут вопрос. Нужно ли ее будет проводить регулярно? А если регулярно, насколько регулярно? Зачем регулярно? А что регулярно? Что промывать-то? Ну, зачем? Что мы должны делать? А может быть такое, что врачи предложили, потому что не могут найти причину зуда кошки? Так это дерматологу нужно идти. Это, смотрите, средний атит вообще не чешется. Вообще. То есть, нет расчеса. То есть, при среднем атите никто ничего не чешет. Сейчас, где там? Вон, если зайти на сайт, у нас здесь есть. Это часто очень процедура такая банальная. Сколько мы там и делали? 10 минут 20 надо. Да? Вот эндоскопия и так далее. Ну, понятно, что вот атоскопия 13 тысяч. Ну, да, может быть, на кашле дорогой дорогой. Ну, так, в принципе. Ну, это кому надо. Это же не будет. Просто так ничего не делается. Ладно, на следующий пациент. А у нас есть вопросы по предыдущим. Какой? По дружку из Казахстана. Вопрос, чем могут быть связаны повышенные эзенофилы и нужно ли приводить их в норму? Чаще всего эзенофилы связаны с какими-то паразитарными заболеваниями. Искать паразитов, да. Их нельзя привести в норму сами по себе. Просто ищут заболевания. Но эзенофильные энцефалиты вообще существуют, но нет изменений на МРТ. Поэтому мы о них не говорим. И владелец Шицу из Ташкента пишет. Я вообще склоняюсь, что это была неврологическая реакция на обработку каплями от злого салафорта. Может быть, у собак неврологическая реакция на обработку? На какие-то капли бывают, да. Запросто. Запросто. Поэтому и надо видео. Поэтому и надо видео. А не план диагностики уже с операцией на головном мозге. Вот. Это не шутка. Тогда следующее вот. Реально это не шутка. Это прям реально. Ну. Сколько стоит операцию? Какая операция? Субаки приступы. А вдруг у нее опухольный и сколько будет стоить операцию? А лучше даже будет ли операция успешно? Какие прогнозы? Какие прогнозы, да. Это уже следующий вопрос. Без еще видеозаписи. Люди, они существа странные. Они сами придумают, поверят. Придумают, поверят. Сопоставят. Притянут. Мы из этого сделали выводы и придумали дальше. И так до бесконечности. Самое сложное, кстати, вот это вообще не придумывать. Ну. Прямо это, наверное, самая большая проблема. Перестать придумывать. То есть, это прям вот врачи, они просто, вот, ладно, владельцы придумывают. Бог с ними, там у них нет понимания, да, что там, что полезнее, что такое. Но это делают врачи. То есть, сам придумал, сам поверил. Да. И еще и выводы делал. Ой, ужас, короче. Так. Следующий пациент у нас, видишь, из Питера. В феврале захромала на правую грудную конечность. По рентгену признаки остеоартроза. С реактивными изменениями. Остеоартрит. У собаки. Так. Стало на больную лапу выполнено биопсия с крайне латеральной патронности и проксимальной трещевой плечевой кости. Швейсинового лимфоузла. Цитология не информативная. По гистологии в объеме предоставлено материала за опухолевую нет. Есть остеомиелит. Клинически после взятия биопсии проводились контроль болевого синдрома с помощью ансиора и анальгина. С положительной динамикой не влияет на что. спустя шесть дней отменили НТВС. Опять не опирается. Так. В настоящее время все так же питаем. Понимаете, в чем смысл? Смотрите. Пока вы не нашли болезнь, вы так и будете делать ничего. Если у пациента нет болезни, диагноза, название болезни нет. Надо искать болезнь. Потому что пока вы не найдете, вы ничем не поможете. Ничем вообще. Вот что бы вы не делали, вы ничем не поможете своей собаке. Поэтому если не информативно, если не получилось, если недостаточно, надо искать дальше. Там, наверное, опхоль корешка, плечевого сплетения. Вот. Очень частая проблема у собак в возрасте, когда их ищут болезни суставов, а на самом деле у них на образование корешка. Выкиньте свой дурацкий айфон, чтобы я мог смотреть на конце концов снимки. Ну, зачем присылать с айфона фотографии? Ну, ну, зачем? Вот это дурацкий этот сын у меня тоже пытался перенести детям, у детей мания. Ну, обычно такое, ну, перенести фотки на компьютер. Вот я тут посмеялся над ним, потому что это полная ерунда. Не надо покупать айфон. Вот. Ну, и надо прислать, конечно же, КТ, тем более оно у вас есть. Пытаться прислать заключение, а смысла нет никакого. у вас есть КТ. Да. Ну, и так просто по опыту, чаще всего как раз этот самый новообразование корешков прощелкивают, что-то так можно сказать, да? Приходите, мы вас полечим, что я могу вам сказать. Нормально и найдем причину болезни вашей собаки. Вот. Следующий пациент. Недообследованный пациент просто вообще, ну, недообследованный, недообследованный, недообследованный. Ну, и даже то, что недообследован, недо присылали, к сожалению, даже те исследования, которые есть. следующий пациент у нас грей начал кашлять два года назад стало тяжело лотать пищу слюни так то есть у него симптомы видео у нас есть хоть видео видео студию да непонятно про речь наверное голосовых гортани что-то мне так кажется может нет есть эндоскопия эндоскопия есть на образование конечно конечно видео ну похоже данного образования ген на новообразование похоже сразу видно онкопоиск нормальная к ты но на образование вот она большую так чем просто на образование надо удалить чем получим вопрос нужно ли делать какие-то дополнительные обследования никакие так а вот на образование но надо удалить чем больше ничего не надо так анестезиолог посмотрит ну естественно посмотрим если он эти самые легких метастазы и так далее обязательно это надо делать легкие если метастазы если метастазов нет но образование в каши надо удалять обязательно вот так на первый взгляд не видно надо удалять надо удалять все понятно так еще один пациент кинг чарльз паниель и что у него три года какой-то приступ приступом есть видео он пою и трехлетний испании генериализу с эпилептическим приступом что на мрт но надо делать мрт головного мозга это однозначно приступы однозначно понятны и что вопросы вот такой вопрос что делать куда бежать на мрт нормальный хороший мрт ну здесь все понятно все ясно очевидный без вариантов приступ однозначно молодая собака вот эти все понятно когда есть видео за минутное видео там 30 секунд понятно что делать дальше это предыдущий случай о библи речи все то есть здесь все она просто все понятно следующий пациент минск месяц назад впервые случился эпилептический приступ продолжительностью 8 минут больше не повторялся гидроэнцефалия левополушария левополушария конечно мозга так просто приступ где приступ вопросов много а видео приступа нет кстати вот видео приступа его прислали во время эфира я могу показать на доме вот хороший генерализованный эпилептический приступ прям однозначно прям стопроцентно вот и вернемся тогда к вопросам вопрос такие случился ли приступ по причине гидроэнцефалии это большой дефект развития скорее всего развития мозга надо понять в этот момент вот сейчас если нарушение тока ликвара из этого участка и понять если там кора да потому что это может быть связано с тем что просто нет из левого желудочка нету не поступает ликвар в правый и водопровод я думаю что это так почему не вот так потому что есть масс эффект я думаю что здесь есть нарушение тока ликвара из левого желудочка водопровод и в правую желудочка да почему я так думаю потому что есть смещение срединных структур головного мозга в правую сторону то есть тех случаях когда увидите вот срединную линию провел и срединные структуры они смещены сторону противоположную раз это так значит скорее всего есть нарушение тока ликвара надо восстанавливать отток ликвара либо просто поставить шунт вот и все собака здоровая надо шунт поставить можно поставить шунт и в общем и все но то что смещение есть она прям сто процентов видно и мы даже ножичок смещен еще раз можно просто для наглядности но и так видно что смещение структуры да то есть значит есть давление повыше и она смещает мозг пустого почему такое может быть потому что нет мой микро это врожденный дефект может быть приобретенный нарушен натоп жидкости чтобы наверное я здесь стал делать я бы вот здесь бы дал бы просто и банальный эндоскоп и вот делал бы здесь отверстие здесь соединил бы правое и левое полушария желудочки как это делается у меня есть видео на канале зайти посмотреть в этом месте вот здесь вот в этом месте был вот эту перегородку просто разрушил тогда жидкость начнет поступать вправо и давление уравновеситься и скорее всего из права желудочка ликвар поступает водопровод вот все у нас есть вопросы не по этой собаке есть вопрос по этой собаке сейчас из минску да есть связано ли гидроэнцефалия и болезнь лапки какие назначить препараты у нас есть несколько вопросов но по одному пациенту очень понятно по нему и вопрос но кажется что по нему вот про эту собаку вы сказали что нужно сделать мрт спрашивают еще какие то нужно делать обследования и от чего зависит тактика лечения от диагноза дактика лечения зависит от диагноза от того чем собака болеет то есть я понимаю что кажется что симптом проблема в том что люди и понимают что симптомы эту не болезнь вот еще вот такие смысл то есть от болезни один от того чем болеет животное лишь по-разному лечимся разные болезни кому-то мы там опухоль мозга удаляем кому-то шум ставим пункт еще чем-то еще чем а кому-то ничего не делаем кому-то просто форм меняем кому-то еще но вот все от этого зависит один единственная причина значение лечения ну какая-то да может быть это точное знание диагноза который требует лечения при этом это самый сложный да это это я не знаю это просто какая-то почему это сложно два слова симптом это не болезнь есть симптом который мы видим он ничего не имеет общего с болезнью диагнозом причиной возможно потому сложно понять что для владельца может быть прекращение допустим приступов это излечение может быть не надо но это так загадка есть еще по дружку вопрос из казахстана они сдавали анализы на паразитов не выявили их направили на анализ пробить диктметазоновой если смысл делать да есть смысл есть смысл однозначно есть смысл потому что у крупной собаки но если нет структурных нарушений ну надо искать дальше однозначно есть по процентов но если бы это был бы пациент и он сразу же после мрт и не структурных нарушений он бы пошел на котенка поиск вообще сразу же побегли вопрос или назначение нужно принимать которые назначили у них литерам курса сан и диакарб они не давали опасаются давать этот препарат так нет но пойти ей боление диагноз бегут да ну и просто знаете я вы спросили мою точку зрения я вам сказал по мою точку зрения я если вы думаете что через пять минут точка зрения как-то изменилась то есть и но то она не изменилась то есть как как она изменится то есть сколько мы посмотрели приступ у собаки приступ у собаки вот такое вот огромное изменение в головном мозге с нарушением оттока ликвара из левого желудочка для того чтобы вылечить собаку надо восстановить отток ликвара из левого желудочка но в данном случае бы это сделал в правый желудочек потому что разрушить вот такую маленькую перегородочку самый простой вариант толщиной там миллион полмиллиметра и ну как бы и и ну я не просто ну то есть вот чтобы стал делать то есть вы спросите мое мнение то есть чтобы я стал делать собаку который реализован эпилептические приступы и вот такое мрт я смотрю мрт у собаки и справа из левого желудочка в правой явно нарушен отток ликвара почему это я вам объяснил почему это считаю потому что структура срединные структуры головного мозга смещены право значит здесь отток ликвара нарушен значит надо что делать восстановить отток ликвара какой простой вариант установить отток ликвара поставить сюда шунт до трубочка такую которую брюшную полость будет выбрасывать либо думая о том что в правом справа желудочка отток есть разрушил вот эту перегородку для взял бы доску пошел бы сюда и лазера глазами лазерный световод такой просто разрушается вот это перегородочка ну или там нет лазера нам чем другим там какие-то режущие вот вот чтобы я бы сделал все вот так и мало вероятно что за следующие три минуты мое мнение поменяется просто потому что когда поменяется я же исхожу из этой же информации которые вот у меня есть так что так есть наш вопрос по случаю которого не было у нас в фильм таксу оперировали по поводу заболевания дисков в октябре 2023 года глубокой болевой чувствительности так и нет рефлекторно задние лапы двигаются активно при позе на спине при прогулке на тележке может ли вернуться глубокая может может вернуться может вернуться может не вернуться вообще восстановительный период может быть до 28 месяцев то есть восстановление функции при этом может быть так что собака ходит но нет глубокая болевая чувствительность это отдельная функционерной системы от движения то есть собака может ходить но не иметь глубокой болевой чувствительности ну грубо говоря если он та лампочка выключилась это не значит вот это выключилась помните они не но у них разные провода у них разные это самое вот сети разные и вопрос видимо к предыдущему эфиру про инсульту кошек правильно ли я поняла что инсульт сосудистой патологии именно у животных случаются примерно в одном проценте случаев остальные кровоизлияние тромбы и другие первопричины нет вот эти тромбы все 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 это в одном проценте случаев а большинстве случаев а большинстве случаев но сейчас я вам покажу симптомы там целый огромный спектр чего сейчас я покажу там просто покинуть через панель амда с одним симптомом с вестибулярными нарушениями то есть вестибулярные нарушения это один симптом собака голову наклонила то есть вот собака наклонила голову причем кинг чарльз паниель кинг чарльз паниель сейчас найду будет вам понятно где ты мои уши поэтому а вот сейчас сейчас инфаркты девушка это же есть исследование очень много есть на самом деле на моем канале презентации посмотреть самая большая проблема понять что такое симптомы что такое что такое болезнь нере не реально нереально понять наверное шуме был москве недавно мастер-класс еще не уж по-моему показывал потому что вот а вот вам пожалуйста смотрите взяли 239 собак у которых были вестибулярные нарушения то есть в 34 процентов случаев не надо было ничем их лечить вообще то есть ничего не надо было делать надо было просто поставить диагноз сделать мрт так что вот такое нарушение и ничего не делать потому что проходит сама там за три-четыре недели дальше внутренний отит опухоли инфаркт до был у 25 у 25 собак то есть с вестибулярными нарушениями то есть это не то что ну с инфарктами могут быть другие симптомы же да поэтому вот так вот такая вот ситуация это с одним симптомом вот и выбирайте какая вам нравится болезнь ишемический инфаркт внутри гной в голове метронидозолом отравилась опухоль первичность с сом всего 0 8 процентов это кстати вот этим чудакам которые говорят о том что если наклон головы значит отит смотрите 0 8 процентов у кинг чарльз паниелей у которых через одного этот средний отит гиперсекреторный средний да и так дальше вестибулярные нарушение формы и так далее тогда вот и все вот вам ответ поэтому а нарушение кровоснабжения вот со всеми симптомами короче если взять 100 собак с поражениями головного мозга и кошек то только у одной будет связано с нарушением кровообращения вот так самый невероятный диагноз самый невероятный то есть самый невероятный диагноз это инфаркт головного мозга и либо в простонародье то что называет инсульт хотя на самом деле конечно это никакого просто путают у людей есть атеросклероз сосудов у стариков да потому что у них там в общем гены есть определенные вот и путают название такая вот ситуация а у собак и кошек все по-другому причем причина кровоизлияние в головной мозг если врач сказал что кровоизлияние на свет нормальный реальный врач на он должен сказать какого сосуда нарушение где тромб каком сосуде конкретно тромб то есть если это реальный настоящий врач он мало того что говорит что это кровоизлияние какая гематома надо ли ее удалять надо ли что-то делать с ним это в реальном мире они в мире фантазии каких-то чудаков которые там пойми чего вот и все поэтому если сказали инсульт до первый вопрос какая артерия д если гематома если вариант химиологического лечения а самое главное а с чего вдруг произошло это нарушение может быть моей собаке инфаркт произошел из-за того что у нее тромбы например на образование в легком день беда или в сердце и тромбы образуются и прилетает а может быть потому что у нее давление высокая из опухоли надпочечника да и надо удалить эту опухоль надпочечника и таким образом вылечить головной мозг а специального лечения не существует ни какого вообще лечат болеть это просто симптом вот и все то есть лечат либо кардиологи лечит до либо я там дали какую-нибудь надпочечник или еще очень вот и все вот эта реальность из вопросов болезни до свидания до новых встреч